Мерло, 11-го года, Чили. Полусухое. Ваш здоровье, друзья. Сегодня для вас на канале, на нашем, будет готовиться прекрасное блюдо, достаточно необычное. Не все его готовили, не все его поймут до конца. Многие вообще такого не слышали. Блюдо будет. У нас сегодня говяжьи хвосты. Мы их порубили заранее. Тут килограмма два, два с половиной примерно. И замариновали. Специи обычные, соль, перец, чуть чили, добавил лучка на вино. Не стали использовать домашнее, решили покупное, полусухое, чилийское. Оно прекрасно, действительно. Из дополнительных ингредиентов это морковка, лук, чеснок. Все, больше ничего не используется. И вино. Будет томиться в вине. И специи, соль, перец, сахар. Обычные вещи. Вот, пожалуйста, все перед вами. То у нас костерок горит, мангал раскалился. Казан подошел к своей кондиции. Мы сейчас пойдем уже готовить наши хвосты. Ну что, ребята, смотрите, у нас все раскалилось тут. Вот, опять не погода, к сожалению, но он все портит. И может сейчас оператор придет и заснимет, как капли падают. Ну и казан раскаленный и пшик какой-то. Пшик, 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 пшик. Наливаем маслице. Да? Вы поняли, да? Дождик капает, да? Вот сейчас, почему я не стал резко делать. Всегда аккуратно сделайте такие вещи. Очень опасно. Может загореться. Прекрасный запах здесь сейчас я добавил. Дробленый перец. Если вы видите в магазине, всегда берите любой дробленый перец. Он дает обалденный аромат. Любому блюду. Просто реально. Шлык. Суп. Хвосты. Рыба любая. Дробленый перец увидели в магазине, покупайте. Он не такой дешевый, но покупайте. Он очень дает прекрасный аромат. Вам не нужна мельница. Покупили, сыпанули и все. Вам не надо мучиться. Раз и все. Смотрите, как у нас красиво поджарились хвосты. Прям сильно поджарились. То есть маринад сгорел. И добавляем в нашу морковку. И лук тоже. Надо такое количество один к одному, чтобы соответствовало даже больше овощей. Потому что они будут томиться. и как бы все испарятся. Вы не смотрите, что черный дым. Мы не баллоном топим. Но такая древесина попала, к сожалению. А сделать мы, кстати, ничего не можем. Онлайн же у нас съемка. Да, друзья мои. Вот я пришел. Снова к вам. Вино взял, кочергу. И мы сейчас немножко обжарили и раздвинем наши угли. Нам не нужны они для томления. У нас так все хорошо. Чтобы у вас казан сам доходил. Сколько он может? Час, два. Вот. И по бокам, чтобы чуть-чуть только его поджаривало. Все мы раздвинули и добавляем наше вино. Ну реально добавляйте прямо вот в бутылку. Смело. Все вино добавили. Соль, перец. У нас есть был маринаде. Мы потом доведем на вкус. Чуть-чуть притопили наши хвостики. не накрыли крышкой. Все томится ну час. Время вам скажем потом. Друзья, ну вот смотрите у нас потомились наши хвостики час час тридцать примерно. Вот такие они красивые ароматные. Ну реально запах красного вина. все протомилось. В этом блюде главное это хвосты. Морковка и ну все овощи остальные это дополнительно. Ну мы тоже их попробуем. Это вкусно очень даже нежно. Не выкидывайте такие вещи как хвосты говяжьи. Это очень интересно очень вкусно необычно это большие это получается шейки куриные но говяжьи при этом. Всем приятного аппетита пробуйте готовьте такое интересное блюдо. С вами был Димас оператор Антон вся банда класса она находится здесь рядом не стесняюсь готовить такие интересные вещи. Увидимся всем пока пока пока